вообще у мужчины очень мало возможности эмоции дарить кому-то он такой эмоции эмоции очень мало женщин просто море эмоции мужчины знаете почему ее волнуют эти отношения потому что она вас ревнует к маме это нормально женщины же они мужика контролируют это нормально мужчина контролирует весь мир эксплуатирует весь мир а женщина только мужика и своих детей этому на контролирует жена контролирует куда пошел чё одел давай поглажу ты ел или не ел почему сюда не ходи туда не ходи это сюда ставь это то делай так контролирует мужчину не может по другому женщина так устроена психика и поэтому мужчина должен терпеть подчиняться направо налево прямо туда поставил сюда поставил ешь вот так не кроши не пачкой так все не крошу не пачкаю так все это делаю повесь что-нибудь себе все марается повесил с мамой не разговаривай так много хорошо буду меньше надо подчиняться жене ее вопрос кей станет легче понимаете а вы она говорит насколько можно с мамой разговаривать ладно и дальше разговаривать я знаю как вы себя ведете поэтому она мучается он меня не любит только мама любит свою постоянно так у вас все или нет дать ей трубку он мало разговаривает или нет мучайте жену свою мучить дайте быть счастливой возможность она контролирует вашу речь понятно направленную другим женщинам ко всем когда я приезжаю с лекциям нежно спрос ты никому там не улыбаешься я говорю нет только всем так никому один раз она увидела как я фотографируюсь грудать чё тебя там обнимаются я говорю ты запрети тогда не будут сейчас кто-то меня пытается обнимать игру мне жена не разрешает все нормально у вас она это жена она будет вас мучить потому что она вас любит вот это значит что как бы вы ее целиком и полностью ведь он бизнесмен по природе означает никогда не упустит свою выгоду природа бизнесменов такая они как бы если микрофон оказался что не сделаешь супер вы бы не должны бросать бизнес то ваша природа преподавание это хобби вы не преподаватель вы бизнесмен это ваше духовное развитие вы преподаете вы так духовно развиваетесь а бизнес это вашу жизнь вы посмотреть на себя вам микрофон хочу выхватили если вы были преподаватель вы бы самопожертвование вы бы отдали микрофон первая категория они отдают все на благо другим а вы себе значит бизнесмен тоже хорошо нормально опять ну хорошо дайте микрофончик начальству нельзя отказывать не умер а ушел из этой жизни когда я справлюсь с нашими совместителя вот это у них два сезона по новому году я работала благодаря тому что ко мне пришел молодой человек и взял эту ножку на себя то есть всю роль ту которую деятельность это выполнял муж я отдала ему и он с этим справился в данный момент я так понимаю что мне надо найти идеолога в моей фирме и так далее но у мужа была как мне просьба одна единственная не выходить больше самушек это я не смогу вам ответить на этот вопрос я могу только одно сказать если вы останетесь одна вы придете к нему в следующую жизнь ну больше я вам ничего не скажу не плачьте я уплываю и время несет меня с края на край берега к берегу сот мили кот мили труп мой прощай мы не расстаемся ни с кем я вижу вот сейчас ваш муж чувствует вашу вас я даже знаю его характер могу рассказать он строгий человек очень внимательно серьезный там высокий рост у него был да ну такой крепкий такой вы дочка нет приятельница я вижу его чувствуете да приятельница я говорю про него про этого человека он очень серьезный такой и верный ну вот видите я его чувствую он здесь ну как бы он связан с вами этот человек он другом месте находится но он связан нитью не злимой связан с вами будет повышать да че делать да вы ему поставьте барьер сказать вот до этого можешь воровать вам бог даст другого руководителя чуть позже следите за временем вам даст хорошего человека бог обязательно я хотел ей дать цветок и забыл представляете он мне напомнил ух не долетел да вы захватили микрофон да ну хорошо вот это признак времени так лет она ведь и робота из человека делать время вы чувствуете это время вот это время вот эту силу это не сестра так на ваш раз влияет тяжесть давление это время так здесь и его можно победить молитвой это время можно так сделать что его можно разрушить и вы увидите ее вот я сейчас начал думать о боге я увидел этого человека сейчас видел вашу сестру знаете что с ней происходит я знаю потому что я увидел она сейчас находится в очень состоянии сильной чувствительности и очень тяжело со всеми общаться вот и тяжело быть рядом с кем были в него либо рядом и она чувствует себя очень тяжело психически то есть ее психика находится на грани разрушения сейчас вот эта ситуация и потому что она находится под сильным влиянием времени то есть ей настолько тяжело что и трудно даже говорить с кем-либо потому что она сейчас находится в стадии тяжелейшего истощения внутрь а вот кроме молитвы вот сейчас надо понять что она на грани самоубийство поэтому вы должны сейчас молиться за нее чтобы спасти и жизнь они чтобы бить и ваш вопрос говорит у меня сестра и вы говорили это с таким чувством что она виновата но так действует время и когда вы увидите что она разрушила ее жизни совсем и вы ничего не сделали для нее вы тогда поймете кто виноват она или вы поэтому вам нужна час молитва чтобы спасти ее жизнь опасный период начинается через полгода и заканчивается через полтора года так чне через год вот сейчас начиная через четыре месяца начинается опасный период ее жизни и и можно спасти молитвы я вам сейчас расскажу историю которую я был свидетель я был очень удивлен садитесь выхода больше никакого нет понимаете вы не сможете не сконтактировать ничего одна женщина в омске обратилась ко мне с мольбой о помощи то есть у нее сын попал в такую ситуацию он психически больной человек и когда наступает приступ то он закрывается своей квартире он взрослый сын закрывается своей квартире поститься не ест если кто-то пытается к нему войти он совершает суицид ну то есть его нельзя ни накормить не зайти к нему никак сконтактировать и он помирает просто голодной смертью такая ситуация не пуск не подпускает никого и даже не берет трубку она не знала никакие молитвы она повторял я желаю всем счастья просто вот так настроилась на святость и повторял я желаю всем счастье день и ночь на это дело постоянно потому что я сказал это единственный выход это молитва у нас просила можно вот так я говорю так если нет ничего повторять то вот так через несколько дней она так жила в молитве на прошла все эти стадии сначала она почувствовала что все будет хорошо потом она начала чувствовать что она может ему позвонить и она ему позвонила он взял трубку сказал он был абсолютно боль болен психически сказал мама я тебя слушаю там ну то есть как-то издалека и она ему сказала я хочу принести тебе поесть он сказал подумал говорит ну хорошо она еще помолилась и взяла собрала еды мешал оттуда препаратов в пищу и пошла к нему домой позвонила через некоторое время он не открыл и сразу но открыл и она увидела что его нет как зомби просто стоит как зомби но он все равно и открыл и она его отходила и он выздоровел ну то есть вышел из этого приступа он выжил я вот это рассказал вам потому что такая же ситуация у вас и вы можете точно так же ее спасти больше того у нее ситуация была хуже чем у вас потому что ну как бы не факт что она обязательно так сделает в жизни ваша сестра но вероятность есть вам надо сейчас молиться и не думать что вы в худшем положении на то относитесь по отношению к ней она нуждается в вашей помощи а люди часто думают не хочет разговаривать значит не хочет отношений знаете что разговор это самое последнее они самые первые в отношении самое первое в отношениях это отношение двух сердец вот сейчас я имею более глубокие отношения к ней чем вы потому что я через вас смог достучаться до ее сердце а вы через свое сердце несмотря на то что вы сердца сестра не можете почему потому что вы не знаете что такое внутренняя жизнь вам надо учиться молиться и думать о ней проникать в ее сердце пытаться и помочь через сердце потому что это единственная правильная помощь самая быстрая работа через сердце помощь но даже сейчас от нашей беседы и стало легче я это тоже почувствую а вы почувствовали что и легче стану точно и легче стал замечательно двигайтесь вперед побеждайте свою судьбу и стоит шаг пройти уносит время следы вы чего не кричите молодой человек видите девушка когда что-то просит она не может ждать надо давать немедленно здравствуйте спасибо вам большое за то что приезжали киев я очень ждала вашего приезда и рада наконец услышать и видеть вас лично у меня такая дилемма такая ситуация я очень сильно интересуюсь разным знанием о поисках ответа на выходные вопросы и вообще все это меня в жизни не интересовало вы никому не рассказывать только об этом хорошо сколько вам лет никому не рассказывать и договорились я знаю вашу идею понимаю откуда она взялась в прошлой жизни занимались серьезно духовной практикой до самой смерти были в мужском теле и в этой жизни тоже хотите продолжить вам придется исполнить свой семейный долг то есть есть отношения очень хорошие и человек очень хороший есть перспектива семейная жизнь и она очень хорошая мне очень нравится этот человек я не могу сказать что я к нему привязана или не смогу без него и меня этот вопрос мучает потому что я чувствую что я смогла бы ответить от этого всего у меня практически ничего в жизни не интересует видите я вам уже ответил на ваш вопрос вы продолжаете хорошо еще раз отвечу вам придется исполнить свой семейный долг я вам могу сказать почему если хотите вы поймите что для вас женское тело это наказание если человек наказан должен честно свое так наказание отрабатывать у вас были определенные желания в прошлой жизни и вы их получили вы не имеете права сейчас от этого отказываться потому что это будет фальшь вы хотели личного счастья хотя были отреченным человек сейчас вам бог дал возможность личного счастья вы не напрягались чтобы получить этого человека он сам пришел в вашу жизнь потому что так хочет господь вы должны согласиться выйти за него замуж у вас думаю будет один ребенок точно вот и выполняйте свой семейный долг знайте что духовная жизнь не означает быть одним одиноким и жить только для своей духовной жизни для женщины духовная жизнь означает отдать себя также детям мужу духовная жизнь означает служить не только своим духовным интересам а также людям вот я сейчас занимаюсь духовной практикой или нет я песни всякие эстрадные включаю это же не духовная практика песни эстрадные мне так некоторые говорят спасибо вам большое меня это успокоило вы когда будете уходить отсюда с лекции то вы подумайте может одной остаться обязательно я уже отвечаю вам на этот вопрос который вы себе зададите когда будете уходить с лекции надо выходить замуж спасибо 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 ну что такая печальная да ну что такая печальная печальная да я пишу тебе вопрос от родственников у меня всегда мы были нет и мы в этом было очень сложно в мире жизни на русском черном магии означает контакт с духами и пьянство тоже контакт с духом это одно и то же то она была очень 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 она не шла ну и я не знаю правда не правда все кому все они они не чувствуете колдовство или нет нет почему все люди добрые в сердце запомните колдовство чувствует только тот кто верит в зло садитесь кое-что расскажу всем садитесь послушайте мне внимательно это очень ценная тема для всех попытайтесь ее понять сглаз порча колдовство все это есть но только для тех кто в это верит попытайтесь это понять если вы понимаете есть вера в благости означает вера в бога такие люди они защищены от духов если из вера в страсти это вера в деньги если правables в просто вера в несправедливость то есть это значит что с глаз есть порча есть отворот там поворот приворот отворот поворот все это есть понимаете в этот это просто вера вот допустимо у приходите к бабки и она говорит應該 с глазами что она сделала Она привела вам веру. И тот человек, который на самом деле просто плохо к вам относился, он становится сверхценной идеей для вас. Вы думаете, что он портит, разрушает вашу жизнь, и это будет происходить. Потому что через этого человека начинают действовать злые духи, которые предназначены для того, чтобы в них верили. Если вы верите в злых духов, значит они будут действовать. Если вы не верите, до свидания, злые духи. С шансом их проникнуть в вашу психику нет. Вы услышали меня или нет? Я услышала, но как я ей помогла? Вот точно так же, как я вам сейчас помог. Я вам помог словами, вы ей помогите, помогите звуком, звуком, молитвой. Вы молитесь за неё, и она перестаёт верить просто. Проходите в её сердце и разрушаете ей веру в духов. Можно за всех сразу, и очень сильно, да, запросто. А что с ним? А, вы мне говорили, да. Ну, как помочь? Ну, нормально, ну, каждый живёт своей жизнью, ну, помучается. Ну, принесите мне фотографию, я посмотрю. Если, ну, на мобильнике, может, есть. Мне нужно видеть фотографию. Если он действительно психически поражал, у неё поражение психики есть, то я могу помочь. Если это просто характер вспыльчивый, то тогда надо работать над собой просто всё. А, тогда вы цираете всех? Конечно, поможете, однозначно. А вам куда-то это пройдёт? Максиму, возьмите у Максима его данные, моего помощника, ему пришлёте. Да, вам лучше будет в Киеве, да. Тоже, тоже. Тоже будет лучше, да. Вот светлые, рыженькие волосы. Дайте микрофон, мне нужна помощь сейчас. И стоит шаг пройти. Все хотят знать, что его ждёт. Спрашивайте. Спасибо большое. Так случилось, что я уже был в этих отношениях, которые я был в... Гнев, гнев. Враг человека. Да, я знаю. Я, знаете, буду ли, кажется, всё отнимала. Прошло больше 20 лет. Так, у меня настаточенне вверх, как на сей, и... И почти 20 лет, и это время не так. За это время я поступила в больничном курсе, посещая на работу. Близый микрофончик. Да. Для тех, кто продолжает, так выработать. Мой вопрос. Может быть, я что-то не понимаю, или на моих лечках что-то подсказываю, что я не могу еще делать, а я просто обрежусь на моих отношениях. Нужна сила, счастье, это лишь счастье. Печаль не поможет создать отношения. Счастье. Мужчине, от женщине нужна энергия любви. Всё, больше ничего не нужно. Духовная зрелость не нужна, реализации не нужны, любовь нужна. Счастье. Если вы можете сделать себя счастливой, тогда будут отношения. Нет, тогда не надо об этом думать. Просто занимайтесь духовной практикой. Есть разные способы женщине быть счастливой в этом мире, не только семейная жизнь. Например, женщина может иметь большую семью, расширенную, которой она о всех заботится, всех любит. Она становится матерью для всех, такая женщина. Ещё более счастливые отношения. В семейной жизни всегда карма запускается, и там тяжело. А когда женщина мать, и она о всех заботится, это очень здорово. Есть разные способы быть неодинокой. Вам надо это тоже поизучать. Это очень важно для вас. Очень блаженство. Ну вот, в беленьком, женщина, девушка. В беленьком, вот. Вы, да, вставайте. Не, вы же не в беленьком, вот в беленьком. Ну, встаньте, 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 чтобы вас видно было. Да не вы, вот рядом. Я. И вы. Я же не видел ваш кофточек, только шарфик. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, это не вполне мечтает задать вам вопрос. Правда? Это так теперь? Вот это да. Да, я здесь заделась, чтобы задать вам вопрос. Давно слушаю ваши лекции. Но хочу отдать это вправо человеку, который возле меня, она... Хочу, чтобы он вас задал. Можешь? Большое спасибо. И вы хотите задать вопрос и даете право ей назад, да? Или как? У вас для меня свободное сидение, если я у вас пройдет. У меня такая очень сложная ситуация личных отношений, потому что я так была, как бы, ну, вон, встанье, как бы, встанье, как бы, встанье близкого человека. То есть оставили рядом с собой свободное сидение, да? А с другой стороны... Теперь удивляетесь, почему оно свободное, да? А с другой стороны, может, у человека были какие-то свои, но я не разобралась, что... Смотрите, у женщины есть три силы внутри. Три силы. Первая сила, когда мужчина живет правильно, она его благословляет, первая благословляющая сила. Это приносит удачу в семью, деньги, процветание. Через женщину идет благословение. Когда женщина думает, ты самый лучший человек в моей жизни, пускай все у тебя будет хорошо. Это значит, что если женщина так подумала, у ней так сердце открылось, то... То есть через жену так, это называется благословляющей силой. Если мужчина раскаивается и пытается понять истину, то через женщину идет сила знания, то есть через ее сердце приходит знание, она ему открывает правду. Его жена даст ему много истины в сердце, если он хочет правды. И есть еще один вариант, когда мужчина не понимает, что женщину нельзя ломать. Ломать нельзя. Когда мужчина пытается ломать женщину психически, издевается над ней, пытается доказать свое превосходство, угнетая ее психику и пытаясь ей показать, что он сильнее, то через женщину приходит особая сила, которая разрушает не только этого мужчину, как личность, не только проклинает его судьбу, а также эта женщина разрушает и саму себя параллельно. Поэтому мужчины, пожалуйста, не выводите женщин из равновесия. Это очень опасно. Они сами не совершают, что они делают. Потом, когда они раскаиваются, они уже не знают сами, что делать, они натворят вот этого, разрушат все, а потом думают, что теперь делать. Назад возвращаться. И вторые тоже, да, так же? Вторые, я не знаю. Я же столько же давала, но я постоянно молюсь, спрашиваю, что вы давали, но все равно. Вторые, это не так же. Ну так вы поймите, что вы просто отрабатываете первые отношения. Вы там так жестоко поступили, что сейчас вот в этих во вторых отношениях вы просто должны раскаиваться за первые, и тогда у вас все наладится. Сейчас просто вам не положено быть счастливой, и все, поэтому все рушится. Ну, когда вы раскаетесь, думаете, это от времени, временной промежуток. После лекции она скажет, Олег Геннадьевич мне запретил быть счастливой, но разрешил через полгода. Вы меня с кем-то путаете. У вас есть определенная группа с работы в сердце, вы раскаетесь, и если за пять минут раскаетесь, через пять минут будет счастливой. Спасибо. Еще мне спросить, у меня есть хобби, я рисую, и вы занимаетесь обладательным, и полным человеком. Есть бизнес, и вы хотите обладательным, и вы занимаетесь обладательным, и вы занимаетесь обладательным. Ничего не получится. Это хобби вам не будет давать денег, будете нищие и станете. Не бросать, да? Нет, конечно. Парня своего не бросать, и бизнес не бросать, ничего не бросать. Вы сейчас устали просто, у вас нет сил. Вам нужен свежий воздух, движение и природа. Вот что вам надо. Мне кажется, что на его взрыве все равно, если я не знаю, как вы говорите. И у него проблемы и у вас. Вот сейчас идет плохой период. Вам надо больше двигаться, свежего воздуха, больше счастья, наполняйтесь силой, перестаньте быть несчастными. Спасибо большое. А у меня было нормально, где уже не было? У нас просто время уже ограничено, заканчивается лекция. Очень коротко, если. Ну, у меня простой вопрос. Нормально для женщины были безответственны? Ну, нормально. Но в том квадрате, в котором разрешено мужем или отцом, ну, то есть, женщина может быть безответственной в рамках каких-то, которые ей разрешили. Если она выходит за эти рамки, то тогда это греховно. Например, женщина может капризничать дома, допустим, ей разрешил муж, говорит, сколько хочешь, капризничай, сколько хочешь, вытворяй, что хочешь, но не надо смотреть на чужих мужиков. Это рамки. Это тоже безответственность, смотреть на чужих мужиков. И здесь она должна четко включить тормоза. Если она этого не делает, то это грех. Понятно? То есть, рамки есть. Вот там, сколько хочешь, будь безответственной. Можешь на работу опоздать, там, позже встать с постели, покушать сладкого на ночь. Ну, то есть, что хочешь, то и вытворяй. Это нормально. Женщина должна быть счастливой. Женское рождение для счастья предназначено. Но дальше за черту выходить нельзя. Иначе страдания. Все, мои хорошие, все. А для геннадий? Нет, все. А можно просто пожелать своему же счастью? Пожалуйста. Дорогие люди, все, что вы себя отпустили? Ну, не спросила, так не спросила. А я... Она сейчас будет на меня нажимать через пожелание в 76. Слушайте, слушайте, как это произойдет. Я очень хотела получила как он взложил. И у нее я сама помещаюсь, потому что когда вы получали такие светлые мелодии, мне так... Я вообще-то как-то очень расщурывалась. Вообще. Как-то казалось, что люди... Вам не кажется, что вы слишком много на себя внимания обращаете? Возможно. Давайте. Я желаю вам всем счастья. Спасибо. Молодец. Ну, правильно. Все сели прямо. Простите все, кому я не дал слова, не дал вам возможность пообщаться со мной. Просто вас очень много. Мы бы не смогли даже за 4 часа все вопросы лишь. Хорошо. Я, конечно, буду приезжать. Вы такие любимые, как я к вам не буду приезжать. Спасибо.